Кто такой губернатор? Как ты думаешь, кто такой губернатор? Я знаю, что я знаю. Как ты думаешь, кто такой губернатор? Не знаю. А ты знаешь, что такое губернатор? Нет. А ты знаешь, что такое губернатор? Нет. То есть вообще никто не знает, что такое губернатор? А я знаю, что такое. Давай, расскажи, что такое губернатор. Губернатор не что, а кто. А что это Кубина Дай Лайф? Как зовут? Семен. Семен? Семен, какие у тебя девчонки красивые вокруг. А у меня же Утина Сипикова. А у меня Соня. А у меня Вика. Александр Александрович, сколько времени проводите в дорогах? Ну, с учетом того, что Амурская область, расстояние от Тынды до Архаринского района, 1400 километров, представьте, и разброс наших городов, населенных, между собой по 200-300 километров, по-разному происходит, к северу дольше, то, в принципе, вот эти все расстояния приходится проводить в пути, в машине, для того, чтобы добраться в район, внутри района. Рабочий день, он сегодня еще 10, но закончится завтра уже, да, у нас закончится, сейчас ночью в два приедем, из них, ну, условно, 6 часов в пути, только на передвижении, только в дороге, это на телефонах, это в общении, это с критикой иногда даже дорожников, останавливаешься, это еще какие-то претензии. Нормально, рабочее место. Добрый день всем. Здравствуйте. Вот этот участок надо обязательно сделать? Да, мы с вами проходили здесь, помните, мы его включили уже. Здесь надо вот в эту сторону. Мы его как раз планируем. Вот этих домов туда дотащить надо будет, это факт. В выходной день мы вместе с командой мэрии проехались и посмотрели, как выполнены планы 2017 года по дорогам. Все участки, которые были сделаны, это и сплавконтора, это и 800-й квартал, и улица Фрунзе, или Чайковского, въезд на таможню, это все то, что было в 2015 году, поступило в наказах на мое имя от наших жителей. Иногда те обещания и те наказы, которые вы даете, их невозможно сделать за 5 минут. И те люди, которые обещают это сделать за 5 минут, надо их бояться. Потому что иногда, когда десятилетиями не делается, и все говорят, за 5 минут сделаем, это страшно. Ну, значит, вредно. Тогда в 2014 году было очень сложно что-то сделать, потому что уже планы были сверстены. В 2015-2016 годах посмотрели всю эту ситуацию, проект сделали, и начали работать. Сегодня вы видите результат, который вы заявлены. Ну, дорога там, скажем, была убита несколько лет. 40 лет. Вот видите, такая же работа у нас происходит и в других городах Амурской области. И знаете, когда говорят о том, что губернатор ездит, по городам и смотрит, это работа мэров. Я не против. Это работа мэров, они ее целое лето делали, выполняли эту работу. Но моя задача понять, как правильно выполняются наказы граждан, и как люди, и их мнение учитывается в этой работе. Мы сейчас на сплавконторе были, большой участок, почти 2 километра дороги сделали. Но есть небольшие шероховатости там. Вы правильно сегодня заметили, вот даже кусочка не хватает. Вот здесь вроде все сделали, а вот 20 метров тротуара. Просто вот 20 метров. Планирование заранее, с мнением граждан, это цель, и я вижу, что мы ее достигаем. Сплавконтору не вырезайте только. Ну что, мы поедем? Отпускайте. У нас сегодня хороший повод есть. Тысячный гектар вода. Хотелось бы, конечно, подогреть комитет земельного. Главу района. В общем, это так чудесным образом. Мы без тоста, да? Я правильно понимаю? Правильно. Хотелось бы и с тостом, но когда победим, потом уже с тостом пока не зашли. Удивило, в общем. Не надо удивляться. Тогда ждем, когда вы нас удивите. В этих гектарах. Молодой человек нас уже в Слабонинском районе удивляет. Клубника. Правильная позиция в том, что деньги надо тратить на возведение на землю. Земли в России матушки, слава богу, хватает. И людям, которые живут в России, брать с них деньги за это. Пускай лучше они на эти деньги, на этой земле что-то построят. Шесть лет я занимаюсь клубниководством. Это был огородный метод. Решили брать земли. И здесь вышел дальневосточный гектар. Вот эта программа. Мне нужен был участок именно с южным склоном, чтобы рядом была вода, чтобы земля была, более-менее структура, чтобы не глина была. И самое главное свет. Лэп, чтобы рядом был. Мы подали заявку в электронном виде в течение 30 дней. Все они рассмотрели. И все. Мечта была выращивать там где всего клубники бы, побольше бы. Ну и реализовалась моя мечта. Следующая мечта, да. Мне бы хотелось сделать, как во Франции, в Голландии, в Германии. Я много смотрел. А делать самосбор. Также планируется, конечно, на переработку. И реализовывается там в Амурской области, на Дальнем Востоке. Если выйдем туда, то, слава Богу, будем там. Район, район не живет отдельно. Если мы не будем знать проблемы района, как мы можем принять правильное решение? Опираться на доклады только руководителей, ведомства, учреждения. Ну, всегда любой источник информации шел с трех источников пути. И мнение населения нужно всегда учитывать. Вот эти люди, которые приехали сегодня в рамках открытого проезда. За министра образования, Минздрав, Минздрав, у них вся область. И вот в рамках вот этого одного автобуса, в котором они ездят, колесят, хотите сказать, они набирают информацию. Как рождались решения по строительству площадей в Завитинске, в Тамбовке, после докладов от населения, предложений, обсуждений. Как обсуждались вопросы, связанные с ФАПами, с рецептами. Это все в районах. То есть у нас уровень муниципалитета, его нельзя пускать. То есть уровень решений в муниципальных городах, в районах, в селах. Люди живут там. Люди же не живут в правительстве, не живут в кабинете у губернатора, не живут в кабинете у министра. Это министр и губернатор для людей. Они определили этих людей, взяли на работу и вставят задачи. Вот я могу сказать следующее. Мы работаем в рамках открытого правительства 15-16, уже 17-й год. Приезжая на каждую территорию, ты можешь из протоколов поручений понять, что было вчера, и что за это время уже было сделано, и что предстоит еще сделать. В 15-м году было почти по 2000 поручений. Принято 1700 было выполнено. Новости Шимановская. И коротко о новостях в городе. Конечно, основная новость в городе на сегодня – это приезд губернатора Амурской области Александра Козлова. В 17 часов в кинотеатре «Спутник» Александр Александрович проведет встречу с жителем нашего города и района. А в течение… Всем-всем-всем добрый день. Поздравляю вас с этим великим нашим долгожданным праздником. Александр Александрович, можно вас пригласить посмотреть на наши квартиры? Уважаемые товарищи, сегодня пятница 13-я. Все говорят, что это плохой день. Хороший день. Люди сегодня переезжают из бараков в хороший, комфортабельный дом. И кошка у нас не черная. Мы его, наверное, первым запустим, да? Конечно. Каждый подъезд, нет? Нет, разделим, да? Хорошо. Давай, Нестя, запустим. Пускай едут. Ой, страшно, скажи. Иди. 35 лет ждали мы этого. Очень доброго. Мы очень рады, счастливы, конечно, что уже в таком хоть возрасте, по-моему, нормальный, человеческий. Давайте еще раз. Где подрядчик? Зовите вы. Вот здесь футбольное поле. Это футбольное, мини-футбольное поле. Вот здесь футбольное поле. Значит, дальше там будет находиться баскетбольная площадка. Вот здесь волейбольная площадка. По периметру беговая дорожка и, значит, угол, уголок общей физической подготовки с тренажерами, трибуны стоять и прыжковая яма. То есть целый комплекс спортивных. Срок завершения работ готов? Ну, планируем к 25 октября завершить. Выполнить? Притомненно. Ну, как бы основной объем уже работ произведен. Главное основание готово. Привлечение небюджетных источников в развитие Амурской области, в данном случае программа «Газпром дети» – это популяризация спорта и развитие строительства новых спортивных площадок – это, конечно, большая заслуга. Мы очень плотно работаем с «Газпромом». Я благодарен Алексею Борисовичу Миллеру, он делает все для того, чтобы помогать Амурской области. Просто все это не оставляет наши крупные компании, которые заходят в Амурскую область, скажем так, в стороне. Компания «Сибур», восстановление спортзала по классу НБА. Готовы? Да. Еще раз здравствуйте. Коллеги, представлю участников пресс-конференции. Владимир Владимирович Разумов, член совета директоров ПАО «Сибур Холдинг», Андрея Миллер, специальный гость мероприятия, баскетболист НБА, ну, все сами про него все знаете. Коллеги, это действительно десятая площадка, которую мы, начиная с 2014 года, ввели в строй. Почему Благовещенск? Благовещенск, все площадки в городах, где «Сибур» имеет свои предприятия. Здесь у нас еще своего предприятия нет, но есть компания «Непегас» сибуровская, которая строит здесь огромное предприятие для «Газпрома». Поэтому, надеюсь, со временем и мы рядом с «Газпромовским предприятием», так сказать, тоже что-нибудь построим из нефтехимии. Хотел бы поблагодарить председателя управления компании «Сибур» Дмитрия Владимировича Конова, мы с ним в середине мая были в этом заведении. Пришли, как раз здесь проходили соревнования, посетили их, потому что я знаю, что человек очень неравнодушен к баскетболу, сам большое внимание этому уделяет. И принято было решение о том, что десятая площадка будет, конечно, в городе Благовещенске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот зал абсолютно на таком же городе, как и в Соединенных Штатах, замечательное покрытие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я люблю, когда меня окружают дети, и я помню себя ребенком, когда у меня даже не было возможности встретиться с любимым игроком, любимой звездой. Поэтому поиграть с этими детьми сегодня – это самое важное, что я могу сделать. Всегда бизнесу надо возможность дать себя реализовать. И если бизнес успешный, если он понимает, что ему есть, опереться на власть, на людей, которые живут в этом регионе, они всегда помогут. Поверьте мне, много у нас таких примеров. И в Райчихинске компания «Русский уголь» восстановила крытый лед. Компания «Русгидро» откликнулась на наше предложение, построила в Новогурейске крытый коток. Транснефть компания помогла нам построить крытый коток в городе Благовещенске. Сегодня компания, которая работает островами, строит крыглогодичный лед еще в островах, он будет летом и компания «РЖДС-Ковородино» восстановила бассейн, комплекс. «Газпром» помогла нам достроить свободный бассейн. То есть много вот этих примеров, участия нашей компании при нашей поддержке в совместной работе. Это результат для людей, это очень важно, нужно. И мы будем дальше продолжать эту работу в этом направлении. Предприятия, которые заинтересованы в своих работниках, которые хотят, чтобы работники жили не только работой, но и условия жизни вокруг них, и их детей соответствовали стандартам определенным, они, конечно, будут помогать. Те компании, которые я перечисляю сегодня, это, конечно, крупные, скажем так, холдинговые компании, они участвуют. Но поверьте мне, у нас много предпринимательского сообщества, которое помогает развитию не только спорта, но и разных вопросов, решений в Амурской области добровольно, сами, потому что истинно являются патриотами. Амурской области, а знаете, как я всегда говорю, поступок это и есть проявление патриотизма. Александр Александрович, а вы знаете, что за дерево? Конечно. Что за дерево? Хорошее дерево зеленое. Александр Александрович, дайте поработать, а? Да ладно вам. Расскажите нам хоть немножко. Девочки, спросите маленько. Как вас, как тебя зовут? Я Саша. Саша? Ты видишь, как Саша. С тобой два Саши. Губернатор, во сколько спать ложится? Знаете, по-разному. По-разному. Вот сегодня на сколько? Ну, я в дорогу не загадываю. Еще нам три часа в пути. Еще работа в свободном. Дай бог, доедем. К утру? К утру приедем, переоденемся, дальше поедем. Дай бог, доедем. К утру. К утру. Субтитры создавал DimaTorzok Почему не вертолёт? Знаете как, вертолёт дорого, очень сильно Бюджет, вы сами знаете, у нас проблемный Конечно, удобно было бы Стараюсь экономно относиться к затратам Хотя вертолёт удобнее, скорее всего